Говорим о вопросах как раз бизнес-аналитики от Тирамайнда, что нам может это дать и как это может нам помочь. На протяжении нашего вебинара мы рассмотрим виды и глубину как раз получаемой информации, работу с фильтрами и кастомизацию отчетов. И все это в разрезе понимания работы с полученной информацией при расследовании наших инцидентов, что это может нам дать. Для начала начнем мы пару буквально слайдов для того, чтобы было общее понимание, поскольку кто-то встречался с Тирамайндом, кто-то не встречался с Тирамайндом. И далее мы перейдем уже как раз в консоль и посмотрим, что нам дает Тирамайнд. Тирамайнд это достаточно в принципе молодая компания, но которая уже пользуется большой популярностью и большим успехом, поскольку решение используется в более чем трех с половиной тысяч организаций, работающих в разных направлениях, в разных сферах по всему миру. И ни один раз уже, ни единожды получала награды за те или иные достижения. И что же нам предлагает вообще решение от Тирамайнд? Тирамайнд нам дает возможность работать и получать информацию, обнаруживать и предотвращать внутренние угрозы внутри нашей организации, вести мониторинг пользователей, очень прекрасный инструментарий записи сессий. И конечно же работа в сфере предотвращения потери данных. И вот тут как раз в этой сфере работают наши соки. И несмотря на то, какой бы там не применялся фреймворк по определению той или иной цепочки и попаданию зловредов в нашу среду, Тирамайнд на данном этапе всегда, в принципе, на каждом из этапов, так или прямо или косвенно, может быть использован и может помогать нашим сокам, как в получении информации с конечной точки, так уже и в анализе данной информации. И вот как раз благодаря легковесности агента и благодаря высокой информативности BI-репортов нашей бизнес-аналитики и глубины получения тех данных, аналитики наши могут быстрее, качественнее анализировать ту или иную ситуацию, и ту или иную цепочку взлома. И что же такое бизнес-репорты в Тирамайнде и что они дают нам? Мы получаем доступ к ключевым данным, разнообразным ключевым данным, как касательно использования приложений, так и выполнения задач сотрудниками, их продуктивности, работая онлайн, работая с файлами, участие в разнообразных вопросах и проектах. Также Тирамайнд уже имеет преднастроенные BI-репорты, то есть для того, чтобы получить информацию, вам не нужно что-то делать сверхъестественное, много проводить дополнительных настроек, вы просто включили и пользуетесь ими, сразу же получаете глубину отчетов. Кроме того, все отчеты вы можете кастомизировать и использовать так, как вам это удобно и получать информацию в том виде, в который это удобно. Также благодаря историческому контексту сохранения данных вы можете сравнивать тенденции, насколько менялось то или иное поведение, насколько менялась продуктивность, насколько менялась ситуация с вашей информационной инфраструктурой. И, конечно же, что мне нравится, это достаточно мощный поиск, мощный механизм фильтрации. И это все дополняется возможностью экспортировать все эти отчеты для анализа, экспортировать полученную информацию в виде видео, в виде отчетов, и использовать это все в своей работе. Итак, сейчас познакомимся, как раз перейдем уже непосредственно в консоль, для того, чтобы понять, как это работает и как это выглядит. Итак, главная консоль Тарамайнда. И сразу же перейдем к нашим BI-репортам. Бизнес-аналитика тут разбита по разным категориям, для того, чтобы удобно было использовать ту или иную информацию в сфере. И сразу же можем увидеть категории, как приложение, работа пользователей с приложениями и веб-сайтами, продуктивность пользователей, разнообразные тревоги. Как раз эта вкладочка будет показывать нам все те нюансы в нашей инфраструктуре, как раз с учетом преднастроенных нами правил, тех или иных нарушений правил пользователями. Наши имейлы, наша почта, набор с клавиатуры, события, связанные с передачей, получением, копированием файлов, работа с файлами веб, с использованием наших браузеров, консольные команды, поиски, поиски, к примеру, используя Google, используя разнообразные другие похожие веб-поисковики. То есть тут отдельная для них категория есть. Если пользователь печатает файлы локально, либо это сетевые принтеры, все это мы можем увидеть как раз во вкладочке принтер. Используя работа в социальных медиа, таких как Facebook, LinkedIn и подобных, не останется также без внимания. Отдельная категория для него есть для этих вопросов. И как раз вся активность пользователя, его вход в систему, запечатлена уже опять же в отдельной категории. Это информация о логинах. Давайте перейдем теперь на самую первую вкладку и посмотрим, что мы сразу можем получить. Итак, в принципе, сразу же видим, с учетом преднастроенных классификаций, видим всю глубину информации. То есть топ сотрудников, которые работают с приложениями и веб-сайтами, топ департаментов, соответственно, топ доменов, если мы говорим про используемые приложения, либо веб-сайты топ категорий. TerraMind использует InCompass Netstat классификацию. Соответственно, с учетом этого он классифицирует приложения и веб-сайты в зависимости от того, это активность, развлечение, это новостные сайты какие-то, либо это приложения, установленные стандартные на рабочем месте сотрудника. Ну и топ приложений, которые используются. В принципе, каждый из этих виджетов преднастроен и может дальше кастомизироваться с учетом требований и необходимости нашей команды. Также снизу мы видим таблицы. И вот тут уже то, что нас интересует, где больше информации может получить наш аналитик. Сразу же отмечу, что очень удобно работать с нашими виджетами, зажимая Ctrl и кликая на те или иные части виджетов колонки, которые нас интересуют. То есть мы сразу же видим информацию с учетом тех или иных фильтров, которые мы выбрали, которые сразу же нас интересуют. И кроме этого, видим, что мы выбрали, к примеру, два департамента. Соответственно, все другие вкладки, агрегированные по нашим приложениям и веб-сайтам и по категориям, уже сразу же будут отображаться с учетом преднастроенных фильтров. Таким же образом, в принципе, мы можем сбросить наши фильтры. либо перейти на вкладку фильтров и сделать ресет, для того, чтобы вернуть изначальную информацию. По глубине информации, в принципе, видим сразу же пул информации, который мы получаем. Давайте для удобства, к примеру, выберем категорию News, для того, чтобы удобнее было смотреть и более информативно было. И видим в данной категории события, видим, есть ряд разворачивающихся колонок. И очень удобно для отображения информации и автосайзинга. Просто кликаем в поле названия колонки и выбираем то или иное меню, которое нас интересует. Соответственно, видим базовую информацию. Для того, чтобы углубиться, в принципе, данной информации достаточно. Но, предположим, нам необходима какая-то дополнительная информация. Поэтому справа на консоли мы всегда можем выбрать те колонки, которые нас интересуют и в зависимости от той или иной группы информации. То есть это приложение и веб-сайт, это печать, это работа в социальных сетях. То есть тут есть свой пул информации, который мы можем отобразить. В данном случае, к примеру, нас интересует еще URL, на который заходил пользователей, либо информация касательно продуктивности, времени с учетом нашей классификации, а браузере. Соответственно, это все сразу же отображается в нашей консоли. При разворачивании мы видим, опять же, делаем автосайзинг и видим URL, на который переходил наш пользователь. Данную информацию также мы можем рассматривать в историческом контексте. Достаточно удобно есть преднастроенные фильтры какие-то, и можем кастомизировать поиск. К примеру, увеличим временную шкалу поиска для того, чтобы получить больше информации. Например, перейдем на BBC, сразу видим пользователя, который использовал данные сайты. Видим, что мы можем сделать с данной полученной информацией, что мы можем получить еще, скажем так. Видим, слева, если кликнуть на три точки, мы можем сразу же перейти в пользователя и провести анализ активности пользователя, уже непосредственно его всей активности, с учетом его сессии, увидеть, насколько продуктивно он работает, и мы можем увидеть как раз то, что нас интересует, это нарушение преднастроенных правил. То есть когда и как и какие правила нарушал пользователь для того, чтобы отследить всю его активность. То есть мы нашли какой-то один нюанс, и дальше можем продолжить и отследить эту всю активность, просмотрев отсюда сразу же запись нашей сессии. Снимки экрана, имейлы, если он обменивался информацией, то есть все с консоли пользователя, сразу же достаточно легко мы можем отследить. Продолжим работать с нашими категориями. И подкорректирую сразу же фильтр. Что мы дальше можем сделать? Дальше мы можем продолжить анализировать пользователя. К примеру, мы хотим увидеть, что непосредственно смотрел пользователь, классифицировать это. То есть мы можем отсюда классифицировать с учетом тех профилей, которые применяются к пользователю. Это была продуктивная активность, либо непродуктивная активность. Но в рамках расследования нас больше будет интересовать, конечно, посмотреть, что видел пользователь. Отсюда можем мы сразу перейти по этой ссылке и посмотреть, какие новостные ленты смотрят. Либо, если это не новости, это какие-то сайты, поиск какой-то информации, либо файловые какие-то обменники. Мы сразу можем перейти и посмотреть. Либо посмотреть запись той активности пользователя, которая была для того, чтобы удостовериться, действительно, какая активность тут была, когда это все происходило, какие нюансы. Просмотреть это все в историческом контексте достаточно удобно. То, что отсюда мы можем просмотреть, в принципе, сделать перемотку, просмотреть исторический контекст и как раз увидеть ту информацию для администратора, которая связана с активностью пользователя для поиска того или иного инцидента. Увидеть его всю активность, в принципе, куда он переходил, как он работал. Перейти и просмотреть эту информацию. Открылась. Перейти посмотреть эту информацию. Либо создать тег с учетом нашли мы то, что нас интересует для того, чтобы удобно было в дальнейшем найти. Это с учетом временной метки создаем тег. Далее для более удобного поиска. Отсюда же опять мы можем для проведения расследования и для подтверждения тех или иных действий пользователя загрузить наше видео в формате MP4 с учетом временных рамок, которые нас интересуют. Либо сделать скриншот данной активности пользователя и опять же приложить это к информации о нашем расследовании. Базово, в принципе, весь пул той информации, которая нас интересует, есть и преднастроен. Что мы дальше можем сделать? Достаточно, вернемся, достаточно интересная информация. В принципе, если говорить про утечку информации, про получение вредоносной информации, то это достаточно большая часть связана с нашей почтой. И вот тут как раз мы можем опять же пересмотреть всю информацию, весь пул информации с учетом определенной категоризации, с учетом назначения, с учетом вкладок. И в данном случае, что мы можем посмотреть? Сразу можем посмотреть активность данной пользователя, когда она происходила, с чем связана. И тут мы видим вкладку у нас вложения. И все, что связано с этим письмом, мы можем сразу же посмотреть. И если это вложение, то вложение можем скачать для дальнейшего анализа. То есть, опять же, использовать это в рамках расследования, в рамках подтверждения вредоносной активности, либо утечки информации с корпорацией. Соответственно, это все опять же можем подтвердить нашими скриншотами и нашим видео, которое можем сохранить с учетом того интервала времени, который нас интересует. Также, если говорить про наши правила, то тут отдельная категория, отдельная вкладка посвящена уже как раз активности пользователя и нарушению тех правил, которые нас волнуют, тех, которые установлены и ограничивают ту или иную активность, либо контролируют ту или иную активность пользователя. Опять же, тут мы можем перейти сразу же к информации о пользователе, к его всей активности, либо посмотреть информацию о том, когда это нарушение происходило и получить более детальный пул. Опять же, как я говорил, используя полноту информации, используя разнообразные дополнительные вкладки. Соответственно, мы тут уже можем опять дополнять ту необходимую информацию, которая нас интересует. Кроме того, достаточно удобный нюанс. Мы можем сделать ту колонку, которая нас интересует, прицепить ее справа либо слева и дальше при анализе информации, то есть уже более удобно рассматривать ту или иную активность пользователя, для анализировать с учетом понимания, кто из пользователей связан с данной активностью. Такое, скажем так, дополнительное удобство в работе с информацией. И теперь, если говорить про наши фильтры. TerraMind имеет достаточно мощный механизм фильтрации и сразу же, открывая наши фильтры, мы можем увидеть и найти того сотрудника, к примеру, который нас интересует, увидеть всю его активность в разрезе, к примеру, приложений и веб-сайтов, либо более детально использовать уже наши LDAP-атрибуты, фильтры, либо уже вкладку непосредственно связанную, фильтры, связанные с информацией о приложениях и веб-сайтах. И тут, опять же, в зависимости от того, что нас интересует, достаточно просто. К примеру, мы хотим увидеть набор пользователя, что-то связанное там было, confidential, к примеру. Сразу же видим, вся информация, которая у нас есть в базе, отфильтровалась с учетом набора пользователя данной фразы. Опять же, можем ради интереса перейти и посмотреть видео. И видим сразу же, что пользователь набрал данную информацию и она отобразилась у нас в нашем поиске. Кроме того, возможно, нас интересует какая-нибудь группа с учетом нашей классификации, либо с учетом категории. Либо нас интересует, к примеру, YouTube, либо какой-либо другой сайт. И, соответственно, опять же, репутация, фильтры достаточно мощные, достаточно быстро находят нам ту информацию, которая нас интересует. Также, если говорить про более глубокую кастомизацию данных вопросов, соответственно, тут мы можем использовать уже наши предподготовленные виджеты и склонировать наш отчет. Соответственно, назвать его так, как он нас интересует. И отсюда же можем сразу же ограничить доступ к данному отчету, либо доступ к редактированию. И где мы можем найти, опять же, отдельную вкладку BI-Report. И вот уже наш кастомизированный отчет. И тут у нас появляется уже больше возможностей. Далим, например, таблицу. Тут мы можем редактировать и создавать те виджеты, которые нам интересны, которые мы хотим видеть, например, в рамках, опять же, приложений и веб-сайтов. Создадим веб-сайт. Добавим, к примеру, таблицу и уже назовем как-нибудь тест. И эту таблицу обновим вкладку для того, чтобы быстрее подтянулась информация. И видим, опять же, мы получили дополнительную информацию. Для работы с данной информацией мы сами можем дополнительно отображать ту информацию, к примеру, к таблице, всю, которая нас интересует, так как нам удобно. К примеру, возьмем, нас интересует, мы хотим видеть сразу всю информацию в разрезе подразделения для того, чтобы это все группировать, перетянем просто используя название категории, к примеру, это то, что я говорил, департамент. В разрезе департамента видим уже у нас отфильтровалась информация с учетом департамента. Дальше мы хотим видеть пользователя. и, к примеру, компьютер, который использовался. Мы видим, соответственно, уже в разрезе данная информация о использовании приложений веб-сайта уже отфильтровалась с учетом департамента пользователя компьютера, с которого он работал. И дальше можем продолжить просматривать или классифицировать, строить дерево отображения той или иной информации, которая нас интересует. Также, если говорить про учет времени работы, то тут мы можем это все группировать, суммировать время пользователя опять же следующим образом. Таким же образом, как мы и работали с этим, предварительно классифицируя наше подразделение. Кроме этого, все изменения наши сохраняются. Можем добавлять виджеты с учетом той информации, которая нас интересует. К примеру, может быть день и наш сотрудник устанавливаем лимит отображаемых записей и выбираем вид отображения. И сразу видим, появился у нас наш виджет, и мы можем управлять, располагая там, нам будет удобнее его видеть и получать соответственно нужную нам информацию. То есть, в принципе, работа с информацией и отображение информации достаточно удобна. Теперь, когда мы получили ту информацию, которую нас интересует, что мы можем сделать, так как я упоминал, кроме того, что мы можем наше видео скачать, сделать скриншот той информации автоматически. Тут мы можем импортировать данный отчет. Это может быть полностью отчет в режиме PDF. Это может быть частично только наша таблица, либо в CSV формате, либо это может быть информация в формате PDF. Каждый виджет будет расположен на отдельной страничке. Прошу прощения. И информация из нашей таблицы. То есть в принципе это все экспортируется и для отчетов, для прикладывания к информации касательно расследования, это соответствующее дополнение может быть. Кроме того, если мы говорим про получение данной информации на постоянной основе и анализа ее, то тут мы можем настроить автоэкспорт, когда нам на почту будет это приходить ежедневно, еженедельно, либо ежемесячно, тогда, когда нас это будет интересовать. Либо дополнительно достаточно интересный функционал, это уже аксесс, доступ к нашим к нашей информации на основе существующих ролей. То есть для того, чтобы получать живую информацию, тогда, когда это необходимо сотруднику той же самой безопасности, тогда, когда ему удобно, мы можем всегда дать ему доступ на основе ролей. к примеру, выберем сотрудника, которому мы дадим данный доступ, и тут уже как раз в рамках этого доступа разграничим информацию, о ком будет видеть наш сотрудник, то есть с каким пулом учетных записей будет работать данный сотрудник, какие у него будут полномочия на просмотр той или иной информации о записи, то есть в историческом контексте, либо просто он будет видеть живую сессию пользователя, ту информацию о каких сущностях, к примеру, это социальные сети, это набор, это работа с консолью, то есть то, с чем, какую информацию, опять же, вид информации, которую будет видеть пользователь данный, право на редактирование и как раз право работа с нашими виджетами, то есть достаточно гранулярно, при этом мы можем создавать несколько групп пользователей с разными полномочиями, опять же, с разными правами на просмотр данной информации и давать сотруднику возможность уже, как я говорил, в реальном масштабе времени анализировать, получать информацию, ту, которую нас больше интересует, та, которая нам больше актуальна. в принципе, данная бизнес-аналитика, если еще дополнить, то работает она достаточно быстро, администратор, в зависимости от сложности и от объема информации, то есть администратор у нас может получить информацию в течение 5 минут, либо это может быть информация, если это очень большой объем данных, достаточно большой объем пользователей, то тут некоторые определенные данные, анализ может занять больше времени, и мы получим данную информацию, к примеру, в течение нескольких часов, максимум задекларировано порядка 5 часов для получения актуальной информации, хотя это отдельная информация, если говорить про алерты, в принципе, про общую информацию, то мы получаем ее прям в реальном масштабе времени. Теперь, коллеги, в принципе, глобально по обзору бизнес-аналитики у меня все, их хотелось бы услышать, может быть, какие-то вопросы от наших пользователей, если они есть, от наших участников нашего вебинара. Коллеги, меня слышно? Все нормально? Да, все отлично. Итак, пока насколько я вижу вопросов нету, либо... Нет, пока вопросов нету, да. Напомню, вы можете адресовать вопросы в чат или в блок вопросов-ответа. Если говорить о бизнес-аналитике глобально от TerraMind, то это, скажем так, у TerraMind это изюминка, которая очень нравится и, скажем так, очень useful, очень полезная в рамках работы с той информацией, поскольку информации много и информацию надо всю визуализировать в принципе для удобства работы с ней аналитиком, то есть это как дополнительный источник. Кроме того, тут TerraMind интегрируется с ЕМами и вся эта информация уходит для анализа в рамках автоматизации данных процессов, но дополнительно для проведения как раз расследования, для получения уже более конкретной информации, более подробной информации, просмотра того же видеосбора информации при проведении расследования, то, конечно, наш бизнес-анализ, мое субъективное мнение, неотъемлемая часть этого процесса, вот как раз TerraMind с теми возможностями, которые он дает, поскольку очень немного решений, которые дают нам возможность настолько визуализировать это все, это раз, и опять же еще раз отмечу по записи сессии, записи сессии пользователя, записи его активности. Это еще дополнительное подтверждение, дополнительная информация, дополнительные факты в расследовании того или иного инцидента. Сергей, я так понимаю, что мы подходим к завершению, все верно? Да, да, в принципе, я думал, если есть какие-то вопросы у коллег, у участников, да, то можно было где-то углубиться, где-то подискутировать о каких-то вопросах. В принципе, глобально базовый функционал, я думаю, в рамках вот этой темы достаточно, в достаточном объеме показан. Тут уже хотелось бы активность участников. коллеги, вы можете к нам обратиться за персональной консультацией, Сергей проведет для вас более глубинное пояснение и полностью подскажет по всем открытым вопросам. Также мы подготовим для вас фоллоуап письмо, где будет запись этой сессии и также обратно в форму вы сможете оставить свои контакты и мы с удовольствием с вами свяжемся. Спасибо тем, кто принял участие в вопросе. Все обработаем, всем все отправим. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вопросов нет, то я думаю, на этом мы будем завершать. Всем большое спасибо и хорошего дня. Спасибо большое. Мы всегда будем рады ответить вам в почте. Почтовый мой адрес вы видите и если есть любые вопросы не только касательно бизнес-аналитики, а по другим вопросам работы Кирамайнда, будем рады вам помочь, показать, объяснить, подсказать. Спасибо. 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 Спасибо.